99,6 это Финам.ФМ, программа Pro и Contra в студии Константин Андреев, в аппаратный продюсер Лена Буцкая и звукорежиссер Евгений Гутеров. На определенном историческом отрезке в нашей стране все было принято сравнивать с 1913 годом, в том числе уровень развития сельского хозяйства. Сейчас все смотрят в будущее, политики-экономисты говорят о перспективе. Одной из вех таких является 2020 год, а так как тема нашей сегодняшней программы связана с производством продуктов питания, мы поговорим как раз о том, как развивается этот сектор отечественного рынка и чего мы можем достичь к 2020 году, чего мы уже достигли. Сегодня у нас в студии председатель правления РУСПРОДСОЮЗа, а также председатель совета директоров холдинга ПомидорПром Максим Протасов. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Роман Сатяна. К нам также присоединится чуть позже генеральный директор пекарни Боско-Л Леонид Мирзон. С ним будем отдельно говорить еще по хлебным продуктам, по хлебу в целом. Но пока мы его ждем, чтобы не быть голословным, сразу адресую вопрос Максиму. Сейчас зачитаю некоторые цифры и попрошу Максима сразу вас их прокомментировать. Значит, в 2010 году, в конце 2010 года была принята концепция продовольственной безопасности. Она вылилась потом в распоряжение правительства, которое в том числе вы можете найти в российской газете от 25 октября 2010 года. Это чтобы вы знали, где искать конкретные цифры. Я зачитаю лишь некоторые из них. Итак, согласно этой бумаге, в этом документе говорится, что ожидаемыми результатами реализации государственной политики в этой области должно стать обеспечение 80-95% ресурсов внутреннего рынка основных пищевых продуктов за счет отечественного производителя. Итак, еще раз, 80-95%. То есть импорт минимален. Также говорится, что должна быть увеличена доля производства продуктов массового потребления, обогащенных витаминами, минеральными веществами, включая массовые хлебобулочные изделия. Об этом поговорим с Леонидом Мерзоном, когда он к нам присоединится. Кроме того, это касается молочных продуктов до 40-50% от общего объема производства. То есть каждый второй кусок хлеба и каждый второй пакет молока, я правильно понимаю, должен быть обогащен витаминами, минералами. То есть быть вкуснее и полезнее. Ну и кроме того, должна быть увеличена доля производства молочных и мясных продуктов со сниженным содержанием жира. Я, честно говоря, хочу сразу, Максим, вам задать вопрос. А вообще должна быть увеличена доля производства молочных и мясных продуктов к 2020 году? И что уже сделано? Два года прошло, даже два с лишним. Да, на самом деле, в разработке этой концепции мы принимали, Роспросоюз принимал активное участие. И действительно, мы с вами говорили перед передачей, что война войной, обед по расписанию. То есть то, что касается продуктов питания, страна должна обеспечивать себя в любой ситуации. Ну пытаться, по крайней мере, самостоятельно. И главное, что Россия точно та страна, которая может это сделать. Да, мы с вами говорим и все время повторяем, что это третья страна в мире по количеству земельных запасов. Это первая или вторая страна в мире по количеству водных ресурсов. Да, достаточно хорошие у нас почвенные характеристики. То есть все для того, чтобы страна была как абсолютно импортозамещена с точки зрения продуктов питания, так и была активным участником мирового рынка по экспорту продуктов питания. Для этого все у нас есть. Нам Бог подарил такие блага, которыми просто надо пользоваться. Хотя, вы знаете, я слышал некоторые мнения определенных экспертов, ну скажем так, несколько истеричных, которые говорят, что вот половина наших земель находится в зоне рискованного земледелия. Ну, мне кажется, что это не про Черноземье. Знаете, это, во-первых, точно не про Черноземье, на которое можно прокормить и себя, и всю Европу. А, во-вторых, рискованное земледелие – это вопрос про агротехнологии. Знаете, если не заниматься мелиорацией, если не заниматься нормальными, современными, не внедрять современные агротехнологии, то любая земля, значит, она всегда рискованная. Поэтому это просто вопрос про уровень развития данной индустрии. Поэтому, если говорить о каких-то шагах, которые были проведены правительством, Министерством сельского хозяйства, предпринимательским сообществом для реализации данной концепции, для того, чтобы действительно мы как-то импортозаместились, сделано достаточно много. Знаете, это приятно признавать, и редко о чем можно сказать, что действительно так. Но во многих культурах мы импортозаместились. Мы вернулись, мы стали нетоэкспортерами по зерну, вы это знаете. Мы импортозаместились по пшенице и являемся сейчас достаточно неплохими участниками мирового рынка. Мы импортозаместились впервые за, наверное, очень-очень долгие годы по рису. Действительно, сейчас мы снова вернулись. В этом году Россия, может быть, благодаря тому, что крупный игрок на рисовом рынке Египет в пламя революции... Погряз! Да, да, тем не менее, значит, мы стали крупными, достаточными игроками в экспорте риса. Слава, надо петь по нигирике участникам этого рынка и производителям, да, потому что в течение последних трех лет они работали практически в убыток, датируя рисовую тематику за счет других отраслей своей деятельности. Тем не менее, смогли вот в этом году выйти на мировой рынок. То же самое по сахару. Да, мы импортозаместились, мы стали нетоэкспортерами. По части овощных культур, к сожалению, по очень небольшой части, и это отдельная тема, да, та страна, которая может по овощам тоже быть нетоэкспортером, при том по грунтовым, не по тепличным овощам, мы до сих пор более 60% овощей импортируем. Ну, это связано, видимо, тоже с климатическими какими-то условиями. Или мы можем все-таки... Мы абсолютно можем. Здесь я вам, как представителю помидор-прома, задаю вопрос. Мы можем производить сами зимой, например, пусть даже тепличные помидоры и огурцы? Тепличные помидоры и огурцы можно производить и в Антарктиде, потому что это теплица, и это просто земля, это правильная технология производства. Мы можем. И сейчас тепличные комплексы начали в стране последний год активно развиваться. Я думаю, что просто люди посчитали реальную экономику тех турецких, израильских компаний, которые поставляют к нам в течение всего года овощи, и увидели, что это хороший, это неплохой бизнес. Несмотря на снижение пошлин, несмотря на вступление в ВТО, это достаточно неплохой бизнес. Просто этим нужно заниматься, и факторы, которые не дают заниматься многими секторами, развивать многие сегменты в агротехнологиях, в сельском хозяйстве, мы с вами тоже прекрасно знаем, если средний срок окупаемости, оборачиваемости капитала и окупаемости в агросекторе выше, чем в других секторах, действительно срок окупаемости агропроектов, он около 10 лет, а максимальные кредиты у нас в стране предоставляются на 7 лет, да, и ставки мы с вами знаем, какие у нас. Соответственно, да, в эту отрасль деньги приходят в последнюю очередь. Но все равно вот приходят. Ну, мы с вами видим, что тем не менее приходят. По большому количеству культур мы практически импортозаместились по птице. Более того, по птице, как сейчас говорят, произошел перелет. То есть даже объем внутреннего производства такой, что внутренние цены начали серьезно падать, началась реальная конкуренция между производителями, даже некоторый демпинг со стороны ряда производителей. Мы близки к импортозамещению по свинине. Если определенные решения... Извините, я прерву вас по поводу птица, а мы не планируем, то есть поскольку произошел перелет, то есть перепроизводство, я так правильно понимаю, происходит. Мы можем, Россия может, например, ну хотя бы ближайших соседей обеспечивать экспортом птицы? Или это не нужно? Нет, мы можем считать, что нас где-то сидят и ждут в любой культуре. Наверное, это не так. То, что в любой культуре, да в любом бизнесе необходимо, обеспечив внутренний рынок, стараться экспортировать, захватывать соседние рынки, это законы бизнеса. Надо делать это обязательно. Насколько в этом нам будут мешать наши соседи, несмотря на то, что мы являемся членами ВТО, насколько нам в этом будут помогать наше правительство и государственные структуры, это вот покажет будущее. Потому что сейчас по некоторым культурам, там, где действительно, если в Соединенных Штатах дефицит по рису, да, если Египет в войне, понятно, значит, наш рис востребован. Если похожие вещи в мире происходят по масличным культурам, тоже наши масличные культуры, мы являемся экспортерами достаточно крупными в мире, значит, по масличным культурам. Это тоже положительный фактор. По совинению я начал говорить, что все ждали этого фактора импортозамещения, ждали, что это произойдет. Сейчас вы знаете о том, что произошло серьезное снижение пошлин в связи с вступлением в ВТО. Да. И наши некоторые восточноевропейские соседи с радостью готовы этим воспользоваться для того, чтобы занять долю на российском рынке. Я надеюсь, что отечественные производители смогут с помощью, в том числе и наших регулирующих органов, каким-то образом от этой опасности уйти, да, и все-таки дотянуть до того момента, когда мы скажем, что все, мы импортозаместились в этой части, нам не нужно импортное мясо. Вот. Поэтому что-то происходит. Конечно, не во всех культурах. Знаете, ну, в концепции продовольственной безопасности, например, содержится четкое указание, что 85% российского рынка соли, продукта, без которого человек не может жить, это должна быть соль российского производства. Сейчас, к сожалению, это менее 50%. Вот об этом мы поговорим, о том, как нам замещать рынок соли, и что у нас еще происходит. Посравниваем цифры, в том числе посравниваем цифры, которые прописаны в программе, которые уже есть, да, к чему мы приходим. Сейчас небольшие новости, реклама, и вернемся в программе Pro и Contra 99,6. Не переключай. Продолжаем беседовать с производителями продуктов питания о программе, о концепции продовольственной безопасности, о том, что мешает нашим производителям занять весь российский рынок, отечественный рынок продуктов. К нам присоединился генеральный директор пекарни БОСКЛ Леонид Мирзон. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Перед тем, как я задам вам вопрос, хочу напомнить телефон в нашу студию 651099,6, префикс 495 и finam.fm, это наш сайт. Пишите, звоните радиослушателям, я хочу задать вот какой вопрос. Каким российским продуктам, такой вопрос подковырка, каким российским продуктам отечественного производства вы не доверяете? То есть это вы можете ответить просто, да, что там я не доверяю, не знаю, там, замороженным продуктам, ну, чему угодно. Вот чему вы не доверяете? Сейчас мы попробуем составить некоторую статистику, а потом зададим вопрос нашим гостям, почему именно этот продукт или эти продукты вызывают недоверие, да, по какой причине? Леонид, вы поскольку представляете такую немножко узкоспециальную, в отличие от Максима, отрасль, да, вы занимаетесь больше хлебом, хотя бы... Не только хлебом, я бы сказал. Не только, а хлебом. Только хлебом. Только хлебом. Вот, я прочитал, что у вас компания, которая выпускает там до 50 сортов, вот, хотел... И даже уже больше. Хотелось бы понять, мы как раз хотели с Максимом перейти к теме ритейла, продаж, да, от производства к ритейлу. Вот, сразу вам вопрос в лоб. Существует ли у вас, у вашей компании непосредственно проблемы с продажей, да, и в чем они связаны? Это связано с тем, что вас давят только российские сети, вас поддавливают каким-то образом конкуренты. Откуда эти конкуренты, да, вообще откуда мы завозим хлеб, завозим ли мы его, хлебобулочные изделия? Я понял ваш вопрос. Если перечислять все факторы, которые давят, поддавливают и так далее, то передачи, конечно, не хватит. Давайте основные. Значит, сразу откинем вопрос давления со стороны импорта. Его практически нет, то есть что-то завозится, но это в таких незначительных количествах, буквально на уровне статистической погрешности. И говорить здесь вообще абсолютно не о чем. Хлебобулочные изделия, это все они практически на 100% являются продуктами отечественных производителей, но от этого не легче, скажем так. Поскольку я не работаю в сегменте массовых продуктов, на которые приходится больше, по моей оценке, больше 99% всего объема производства и потребления хлебобулочных изделий, то как бы то, что давит на меня и то, что давит на них, это тоже во многом разные вещи. То есть как бы два пересекающих множества, ну пересекаются они, может быть, процентов на 20%. То есть вы выбрали себе такую нишу, куда, в общем, не все залезают, но, тем не менее, основной производитель. Во многом жизнь и прочие силы выбрали за меня, потому что когда-то я был, так сказать, производителем широкого профиля, большим любителем этого занятия и, наоборот, большой акцент делал на незаслуженно забытые отечественные сорта. Но жизнь распорядилась, а также, так сказать, каналы, которые проводят, доводят мои продукты до потребителей, распорядились таким образом, что сейчас я процентов на 95 являюсь производителем специальных изделий, в основном диетического, профилактического назначения. А давайте вот про каналы поговорим. Что это за каналы? Я работаю преимущественно с крупными торговыми сетями. Так, вот, сейчас Максим слушает и сейчас будет добавлять. Так, и что же делают сети? С вашим продуктом понятно, у вас не так много конкурентов, насколько я понимаю, на рынке, поэтому тут ничего не... У меня конкуренты в основном, конечно, косвенные, хотя некоторые крупные производители пытаются что-то делать в моей нише, но для них, конечно, это не составляет основу бизнеса по одной простой причине. Потому что таковы традиции потребления и такова реальная структура спроса. Можно жаловаться на кого угодно, на невнимание со стороны властей и так далее, и так далее, но реальность именно такова. На сегодняшний день большого общественного интереса к продуктам здорового питания вообще и хлебобулочным изделиям этой ниши, в частности, пока, пока подчеркиваю, нет. При том, что мы вот в первой четверти программы говорили как раз о концепции продавательства безопасности, в частности, о распоряжении правительства от конца октября 2010 года, где в том числе речь идет о том, что надо увеличивать долю производства. Я еще раз зачитываю продуктов массового потребления, обогащенных витаминами, минеральными веществами, включая о сортах хлебобулочных изделий. Смотрите, два года уже прошло. Вы просто немножко не в курсе темы. Если мы посчитаем аналогичное постановление только правительства Москвы, а до этого постановление правительства Советского Союза, то мы наберем гораздо больше. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что все правительства, которые есть и были, совершают одну и ту же ошибку. Произвести эти продукты нет вообще никакой проблем. И все, особенно при сегодняшнейшей ситуации, любой производитель, что большое, что маленький, с удовольствием без проблем произведет. Просто постановление надо было формулировать другим образом. Обеспечить потребление. А вот для того, чтобы обеспечить потребление, надо совершить... Либо две вещи для этого возможны. Либо терпеливо ждать, когда состояние общества придет к такому же состоянию, к которому пришла, скажем, западная цивилизация на сегодняшний день. Ну, тогда мы будем ждать еще лет 30-40. Так. Поскольку на все... Либо внедрять это в сознание. Либо... 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 Либо внедрять в сознание, да, известными методами, которые пользуются коммерческие организации, а не действенные. То есть реклама... Реклама, реклама и реклама. Скажите, сети... Вы-то говорите о том, что основной фактор, который у вас проблемы, это сети. Я ничего так не сказал. Нет? Нет. Я не сказал, что сети это проблемы. Сети это товаропроводящие каналы, которые работают по своим законам. То есть они не являются для вас проблемой? Они являются... Знаете, я ничего хорошего, ничего плохого про них сказать не хочу. Потому что, конечно, периодически я бурлю, подпрыгиваю, да, и про себя высказываю недовольство. Потом я отстываю и говорю, но ведь это их бизнес. Да, они его делают таким образом. И делают... Надо отдать должное очень квалифицированное. Есть такой большой авторитет в нашей сфере. Такой господин Молодых, он сейчас один из руководителей Союза Пекарей, а был когда-то директором пятого завода имени Зотова. Действительно, он настоящий был, хороший человек и великолепный специалист. Он... Я прочитал, значит, его выступление на одной вот из подобных встреч. Он сказал очень интересную вещь. К сожалению, сказал он, в крупных торговых сетях слишком сильные юридические службы. Понятно, да? Да. Вот теперь о торговых сетях. Вопрос к Максиму Протасову. Максим, скажите, ну, не секрет, да, ни для кого не секрет. Я думаю, что даже люди, которые бесконечно далеки от этого, понимают, что производитель и продавец — это всегда некая такая полярная история. Существуют ли какие-то взаимные договоренности? Как ломается вот этот стереотип противостояния продавца и производителя? Сейчас, да, я знаю, что вы вот участвуете в разработке подобного рода программ. Поподробнее чуть-чуть. Ну, во-первых, действительно, по поводу стереотипа. На самом деле, есть определенный, скажем, врожденный, да, некий антагонизм. Не антагонизм, скорее, да, это просто две стороны одной медали, да, значит, ритейл и производитель. Но, тем не менее, мы являемся двумя звеньями на пути товара к потребителю. И вот об этом надо не забывать, да. В этом смысле сейчас с руководителями крупнейших сетей и крупнейших сетей, объединенных в Ассоциацию Аккорд, и средних сетей по размеру, но не менее уважаемых, которые объединены в Союз Независимых Сетей России, мы находимся в постоянном четком взаимодействии как раз для того, чтобы все байеры на местах, все закупщики, да, каждый руководитель отдельной службы закупок розничной сети понимал, что его основной бизнес – это донести нужный потребителю продукт до потребителя, донести по минимальной возможной цене, донести с нужным качеством, с нужными характеристиками. Вот вы знаете, что в конце прошлого года был подписан кодекс добросовестных практик между ритейлерами и поставщиками, крупнейшими ассоциациями поставщиков, в котором мы впервые, значит, в режиме саморегулирования определили те правила игры, которые можно или нельзя нарушать. В настоящее время формируется комиссия по соблюдению данного кодекса, некий третейский суд, который будет рассматривать споры между ритейлом и поставщиками. Мы будем стараться, чтобы они не доходили до судов, где юридические службы в той или иной степени силы… Да, 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 как сказал Леонид, да, то есть там вот те, кто сильнее юридически, будут выигрывать. Ну, или те, кто сильнее юридически, или те, кто сильнее с точки зрения рыночной доли, да, потому что рыночная власть, она тоже достаточно значима, не всякий поставщик сможет подать в суд на розничную сеть, потому что от нее зависит его бизнес. Мы будем стараться решать эти вопросы в рамках саморегулирования. Будем стараться делать таким образом, чтобы отрасли и ритейла, уважаемая отрасль, и, безусловно, отрасль производства продуктов питания не дискредитировались ссорами и склоками, которые между ними происходили. Я надеюсь, что в этой нашей инициативе нас поддержат и ассоциации производителей, кроме Роспродсоюза, да, и есть еще уважаемые союзы, и все ритейлеры. По крайней мере, мы сейчас видим поддержку в этом, ну, безусловно, мы видим поддержку в этом государстве, правительство, потому что издавать третьи, вторые, пятые, седьмые редакции закона о торговле можно, значит, очень долго, да, но это совсем не значит, что это изменит… Вопрос в практике применения. Да, это совсем не значит, что это изменит хоть каким-то образом ситуацию, да. Продолжим разговор об этом. Я прошу, напоминаю, что у нас телефон 6510-99,6-495, префикс. Звоните. Каким продуктам вы не доверяете? Пока несколько комментариев с сайта, да, и я попрошу вас прокомментировать после новостей. И так не доверяют производителям колбасных изделий российским, соковым, производителям соков и нектаров, полуфабрикатов и тех, кто занимается рыбой и, я так понимаю, рыбными деликатесами. Уходим на новости. Про и контро. Говорим сегодня с производителями российских продуктов. У нас, напомню, в студии председатель правления Роспродсоюза, председатель совета директоров холдинга Помидор Пром Максим Протасов и генеральный директор пекарни БОСКЛ Леонид Мирзон. Еще раз, добрый день, добрый день. Сейчас к нам должна присоединиться в ближайшее время партнер ритейл трейдинг групп Елена Комкова. Это компания, которая занимается обучением и консультированием продавцов, как раз, я так понимаю, представителей компании розничной торговли. Вот ее хотелось бы мнение тоже узнать по поводу ритейла. Пока вернемся в студию, попробуйте прокомментировать, почему... Наверное, вам, Максим, в большей степени, заметили, что про хлеб ничего не было сказано. То есть хлебу доверяют на 100%. Почему есть недоверие к производителям колбасных изделий? Ну, давайте пока про колбасу поговорим. Ну, то есть колбаса сосиска. Да, ну, видите, кстати говоря, если говорить о колбасных изделиях, то в этом сегменте Россия практически импорта замещена. Я думаю, что недоверие есть по двум причинам. Первая причина — это, знаете, сложные продукты, продукты, состоящие из большего, чем один количества ингредиентов, к ним всегда определенно есть недоверие. Второе, наверное, производители данного продукта в течение длительного времени активно себя дискредитировали. Вот я как раз хотел сказать, то есть вот это вот воспоминание на уровне подкорки, что в колбасе или там в сосисках, да, там туалетная бумага и там крахмалы. Это у нас оно уже действительно на уровне подкорки. И ситуация в этом смысле не очень сильно меняется, потому что мы с вами понимаем, что вместе со вступлением в ВТО требования к безопасности, мы давайте с вами разделим требования к безопасности и к качеству, да, значит, требования к безопасности продукта, они, а значит, и по сути к качеству, они будут снижаться, да, потому что ВТО пропагандирует либерализацию всех стандартов, поэтому требования, которые жестко установлены для производителя, которые он обязан соблюдать и за соблюдением которых следит государство, они будут снижаться. Вместе с гармонизацией законодательства они будут снижаться. В этом смысле мы с вами понимаем, что, значит, если безопасность контролирует государство, и требования к безопасности снижаются, то кто же будет контролировать качество? Во всем мире качество, а именно соблюдение более высоких стандартов, чем просто умер-не умер, чем требования к безопасности, да, значит, вот обычно за соблюдением этих стандартов следят, опять же, саморегулируемые организации. В Австрии есть ассоциация АМА, знак соответствия которой говорит о том, что в продукте точно есть мясо, что в продукте точно нет заменителей, да, и что ассоциация постоянными проверками несет ответственность за то, что действительно там оно есть. И знак АМА на упаковке, он повышает продажи в канале ритейла в разы, несмотря на то, что цена от продукта другая. Есть эконом-сегмент, есть эконом-формат. В этом экономе действительно продается продукт безопасный, от него не умрешь, но это не значит, что он вкусный, это не значит, что там есть мясо. А есть следующий уровень продукции, за который отвечает саморегулируемая организация, который содержит этот знак качества. И, соответственно, там продукт дороже, но ты однозначно можешь понимать, что он соответствует твоим ожиданиям. У нас такие организации появятся? Сейчас Роспродсоюз создал свою систему контроля качества. Мы при поддержке Министерства сельского хозяйства разрабатываем концепцию и будем внедрять, я надеюсь, во многих категориях. Уже утверждены около 21 стандартов, созданы порядка 20 стандартов, которые существенно отличаются от стандартов техрегламента, то есть они выше. Если мясопродуктом у нас считается продукт, по ГОСТу считается продукт с содержанием мяса более 12%, то, значит, по нашему стандарту мясопродуктом будет считаться продукт, который состоит из мяса. Вот в этом отличие от наших стандартов, от государственных требований к безопасности. Мясопродукт с продукта, который состоит из мяса, хлебопродукт, который состоит из хлеба. А, кстати, вы обсуждаете, возвращаясь к теме ритейла и подключая к нашей беседе партнера ритейл-трейдинг-группе Елену Комкову, вы обсуждаете, как производить, как представители производителей, обсуждаете эту проблему с ритейлерами, с сетями? Постоянно обсуждаем. Что вот этот момент надо продвигать, соответственно, да? То есть как-то продукт лучшего качества надо выносить вперед, а... Вот смотрите, значит, совершенно понятно, что, о чем уже сказал Леонид, да, низкий платежеспособный спрос населения, да, низкий уровень знания о продуктах населения приводит к тому, что в первую очередь, на что смотрят наши потребители на полке, это цена, безусловно, так. Поэтому, когда ритейл в первую очередь борется за то, чтобы у него была низкая цена на полке и приходит к нам с вопросами снизить цену, снизить цену, еще ниже, еще ниже, да, значит, дальше уже просто будет вода, называется, да. Ритейл ругать нельзя. Он в этом смысле борется за трафик, за количество посетителей у себя в торговых точках. Тем не менее, когда вот это давление ритейла приводит к тому, что производитель, давление потребителя через ритейл приводит к тому, что производитель начинает играть с рецептурой и уходит ниже допустимых и законом, и стандартами требований, вот с этим необходимо бороться. В прошлом году впервые, да, по нескольким категориям мы с сетевым ритейлом, как с организованным каналом продаж, провели кампании по зачистке полки, да, то есть мы провели кампанию «Честная полка», когда мы и сетевом ритейле, и в традиционной рознице, и на рынках брали определенные товары, увидели серьезные нарушения, ну, то есть серьезные фальсифицированные продукты, когда на этикетках продукции содержится совсем не то, что находится внутри продукта, и сети, как организованный канал продаж, эти продукты с полки сняли. Обращаюсь к Елене Комковой. Елена, здрасте, вы с нами? Здравствуйте, да, я с вами. Да, простите, что мы так немножко тут отвлеклись, но мужской разговор. Скажите, вот вы как представитель компании, которая обучает, консультирует, я так понимаю, да, представителей розничной торговли, вот страшное слово «мерчендайзинг». Жуткое вот слово. Вот мне сейчас просто пришла в голову, пока говорил Максим, пришла в голову эта мысль. Страшным словом «мерчендайзинг». Можно эту проблему как-то сдвинуть? То есть вот зачищаются полки от продуктов плохого качества, да, и малой цены, чуть-чуть повышается цена, за счет этого повышается качество, но вот выкладками можно это решить каким-то образом? Или если нет, то каким образом можно как-то попробовать сдвинуть эту проблему? Ну, я думаю, что все-таки выкладка, наверное, не самый первый способ, который приходит в голову, и я вот слышала как раз ваш диалог, он очень интересный, и мне пришла в голову мысль о том, что мы опять пытаемся вот все под одну ребенку, значит, все форматы магазинов, вот эта страшная фраза, что покупатель ориентирует все в цене, и там все, что делается с сетями, это снижение цены, а производителям ухудшение качества ради этой цены, мне кажется, что это не совсем справедливо относится ко всем дитейлерам, ко всем потребителям, потому что есть компании из серии, я понимаю, что я сейчас назову страшное ценовое слово, там, отбукавкурсы, да, но тем не менее есть компании, которые, наверное, все-таки работают в неформате там пятерочек магнитов и дешевых магазинов, и застрели где-то посредине серии, там, перекресток, средоконтинент, там, тот же самый, там, я не знаю, метро, то есть компании, которые уж не совсем на низкий сегмент покупателей рассчитывают, и есть масса людей, при которых цена важный фактор, но не определяющий, которые готовы платить больше за товар качественный, и это вопрос сонирования магазина, Елена, а скажите... И производители должны, да, в таких магазинах, собственно, работать. А скажите, вот вы же проводите, наверняка ваша группа проводит какие-то исследования по этому поводу, да, то есть вот, ну, давайте, давайте говорить, например, про крупные города, понятно, что основная, ну, как бы, основные исследования там делаются, вот, насколько, ну, как-то вы делаете срез потребительского спроса, да, насколько вот сейчас повысилась доля людей, которым уже не так важно цифра на ценнике, но важно качество? Ну, это, во-первых, имеет отношение, что за группа товаров, и я бы не говорила здесь про крупные города, потому что как раз в небольших городах очень часто на смену крупным производителям приходят локальные производства, там, по молоку, по колбасам и продукции, которые то ли в силу еще не испорченности, то ли совести, то ли я не знаю чего, но, в общем, делают товар по более, скажем, хорошему качеству, и в ассортименте многих региональных сетей федеральные вот свежие продукты занимают очень небольшую долю в сравнении с местными товарами. Поэтому... А вот мои гости в студии сидят, улыбаются, я думаю, что им есть как-то... Может быть, они хотят... Ну, любопытный аргумент, да, мы не можем квалифицировать, что побуждает производителя вести себя порядочно. Да, это как бы характеристика времени, в которой мы живем. Да, и еще... Вы знаете, я хочу подпустить более оптимистическую нотку, да, как бы немного вразрез к тому, что говорит мой собеседник. Все-таки вот выраженное недоверие к колбасе, мне кажется, содержит в себе какие-то небольшие ростки нового мышления со стороны потребителей. Потому что, когда человек берет в руки продукт, ну, как правило, в заводской упаковке, и на нем маркирована вся информация для потребителя, и он своими глазами читает, что там жира, там порядка 38-40%, и не меньше 5-8 видов добавок с маркировкой буквой Е, то, конечно, какой-то определенный, если не переворот, то сдвиг в его сознании и происходит. Да, это вообще шо. Это как раз говорит о росте, действительно, сознания потребителей. Ну, по крайней мере, о его ростках, о надежде. Это правда. Ну, здесь еще единственное, что, как мне кажется, иногда мы путаем, это понятие полезности, натуральности, и, ну, там, свежости ингредиентов, которые используются, и вкусности. Потому что, если посмотреть даже там уважаемую многим передачу по Первому каналу, как это, я не знаю, контрольная закупка, да, контрольная закупка, да, часто там, в общем-то, выигрывают совершенно недалеко не те, кого народное голосование прибыло самым вкусным, либо самым там интересным, да, а то, что как раз с точки зрения полезности... Да, галутамат делает продукт очень вкусный. Конечно. Почему я и говорю, что надо работать с общественным сознанием в первую очередь, да, и, может быть, как-то вкусовые ориентации будут более благоприятны для состояния организмов людей. Елена, а вот как вы советуете работать с общественным сознанием? Я не знаю, слышали ли вы, наверное, нет первую часть нашей беседы, но вот как раз Леонид говорил о том, что нет культуры потребления, да, как ее повышать? Ну, на мой взгляд, она повышается все-таки благодаря там большому количеству передач, которые сейчас направлены именно на вот файл использования продуктов, на дел нежествование культуры, и если у нас будет меньше программ ужасных, которые, по-моему, уже перестали идти эферы, вот когда показывали о том, как ужасно все производится... Сфера обитания, то, что называется, где всякие ужасы там... Да, когда там ужас, потому что там рассказывают, например, про какой-то найденный один там случай, и после этого я там езжу по всей России, и люди в Иркутске начинают говорить о том, что у них там перестали покупать там, я не знаю, их местный квас, потому что, там по первому каналу про какой-то там квас в Кабардино-Балкарии плохо сказали, конечно, в общем, народ на осуществлении не пацет на все, что говорит общественное телевидение, поэтому мне кажется, вот именно просвещение, такая работа просвещения коллекции журналистов и программ, он может помочь сильно вот производителям и ритейлерам, просто нужно гротессики понимать, что это сразу Москва не сразу строилась, и нужно просто искать тех компаний, которые готовы и со стороны производителей делать хороший продукт, и со стороны ритейла. Не терпеливо ждем. Еще лет 40 мы готовы производителей ждать, да. А только ли, я просто как журналист могу тоже сказать, что ну мы, конечно, с удовольствием бы рады рассказывать, как все хорошо, но только ли от нас все зависит? Елена, у вас прям 10 секунд на ответ. Зависит только от нас всех вместе. Тут никто один ничего не свернет. Мы должны объединиться все производители, ритейлеры, журналисты, правительство. Спасибо огромное. Уходим на новости. Продолжаем обсуждать проблемы и преимущества российских, которые есть у российских производителей продуктов питания. Короткий вопрос нашего сайта finam.fm Наверное, я вам максимуму адресую, потому что, хотя и Леониду отчасти тоже. Еще раз напомню, пишите нам о том, каким продуктам вы не доверяете finam.fm Может быть, у вас есть какие-то просто замечания по ходу беседы. Также можете позвонить нам по телефону 6510996495 префикс код города Москвы. Звоните, пишите. Вот Петр нас спрашивает с сайта, производят ли в России геномодифицированные продукты, но я так понимаю, что ответ очевиден да. Производят и насколько они дешевле, чем натуральные? Слушайте, вопрос точно для отдельной передачи, потому что в России достаточно жесткие требования к производству геномодифицированной продукции. У нас разрешены к выращиванию семена очень ограниченного количества геномодификатов. Практически, наверное, одна из самых низких ограниченных списков в мире. Поэтому здесь как раз все достаточно неплохо. Другое дело, что проблема совсем такая долгая. Никто до конца не доказал, во-первых, вредно ли полезно. Во-вторых, никто не до конца не понимает, насколько действительно можно определить, даже в самых дорогих лабораториях, определить содержание и модификацию этих семян. Потому что мы говорим о первичных продуктах геномодификации. Поэтому дешевле, дороже. Да, мировая индустрия геномодификации создавалась для того, чтобы повысить эффективность сельского хозяйства, для того, чтобы с одного гектара выращивалось большее количество земельных ресурсов в мире и при растущем населении. Для того, чтобы с одного гектара выращивалось большее количество продукции. Поэтому, очевидно, агрохозяйства, мировые, применяемые, применяющие геномодификацию, они более эффективны, чем органические или не применяющие геномодифицированные хозяйства. Это понятно. Если в мире, сейчас в Европе, да, существенные субсидии выделяются фермерам, которые ГМК не применяют, то в России эта программа только разрабатывается. Поэтому это отдельная тема. А приори продукты из ГМК, да, они должны быть дешевле, потому что себестоимость производства и риски, о котором мы говорили, да, если к картошке внедряется ген Скорпионы, она значит, начинает... И она ползает сама начинает убивать колорадского жука, но очевидно, что такой уже, значит, в структуре себестоимости таких издержек, как потери, да, она будет меньше. Вот. Ну, это про ГМК. Но мы, да, я хотел бы вернуться все-таки к предыдущей четвертьчасовке. Вот Елена Комкова, партнер Retail Trading Group, которая была у нас на связи, спасибо ей большое, затронула такую важную тему, как маленькие локальные производители и глобальные производители, да, в том числе там сельхозпродукции. Еще один вопрос к Максиму, а потом к Леониду, как вот к такому ровно производителю. Каков процент у нас? И есть ли какая-то тенденция изменения? То есть у нас укрупняются хозяйства или, наоборот, маленькие производители? Да, основные участники рынка, при том и мирового рынка, и российского рынка, это, конечно, мультинациональные компании, это гигантские компании. Понятно, что экономия на издержках, более сильный вес поставщика при работе с розничными сетями, более консолидированные рекламные бюджеты приводят к тому, что в этом сегменте и в мире, и в России доминируют крупные игроки, в первую очередь мультинациональные игроки. А если мы говорим о том, что в России вообще уровень концентрации капитала и собственности один из высочайших в мире, то у нас эта проблема или ситуация, она еще и преувеличена. То есть у нас доминирование в целом ряде сегментов, оно абсолютное. И это, к сожалению, видимо, будет происходить. Другое дело, что продукты питания, как сектор, который достаточно близок к потребителю, есть надо всегда, и вот в продуктах можно добиваться какой-то эффективности. Плюс есть национальные особенности и вкусы населения. Исходя из вот этих двух предпосылок, нишевые локальные игроки, которые умеют делать продукт качественный, доносить его до потребителя, особенно в сегменте фреша, о котором в том числе говорила Елена, преимущество локальных производителей в том, что они работают в том продукте, который нельзя транспортировать на гигантские территории. То есть мультинационал не привезет из своего завода в Голландии или даже в Питере продукт Владивосток. Значит, в этом смысле это дает возможность, определенный продукт, да, это дает возможность ряду производителей выстраивать четкую работу с определенным регионом своей деятельности, вызывать доверие потребителей, корректировать под них рецептуру, получать лояльность от них. Это очень хороший путь. А вот как раз вопрос к Леониду. Скажите, вот вы, вот ровно то, о чем говорил Максим, то есть вы вот, вы оцениваете вот локальный рынок, вы работаете в Москве, да, насколько вы это все оцениваете, и готовы ли вы, может быть, куда-то свой продукт, ну, хотя бы в ближайшие области там вывозить? Понятно. Значит, как профессиональный экономист марксистского толка по образованию и человек с достаточным жизненным и производственным опытом, стою твердо на следующей позиции. Судьба в исторической перспективе, судьба малых и локальных производителей решена, и они обречены. То есть вы считаете, что все рано или поздно... Понимаете, если не считать, так сказать, людей на досуге или не на досуге, производящих какую-то продукцию на своем приусадебном участке для местного деревенского рынка... Ну, мы это не берем вообще. Понимаете, да? То во всем остальном, конечно же, все держится, все движется к стандартизации и унификации в некой исторической перспективе. И, так сказать, этот процесс имеет две стороны. С одной стороны, конечно, все возрастающая абсолютная и относительная мощь крупного производителя, особо крупного, и снижающаяся, относительно снижающаяся мощь мелкого и среднего производителя, которому все труднее действовать на любом рынке, любого масштаба. Я вам приведу примеры. В первой половине 90-х годов в Москве был то, что я называю Лужковский призыв в хлебопечении. Знаете, к 98-му году сколько таких новообразований хлебопекарных создалось в Москве? Сколько? Около 900. Ну, вот я хотел сказать тысячи, наверное. Нет, чуть поменьше, 900. Только по Москве. Только в Москве, да. Знаете, сколько пережило кризис 98-го года? Я думаю, что... Процентов 7. Знаете, сколько осталось от того призыва? Один. Угадайте, кто это. Вы. Я. Совершенно верно. И я вот объективно оцениваю свое положение на рынке, я вот его нахожу просто вот неуместным, свое существование. Потому что я просто не в состоянии соответствовать правильному, грамотному ведению хозяйственной деятельности, которая требуется в современных условиях. В частности, например, через бюджет предприятия. Я не могу выделять адекватное количество денег на рекламу. А бессмысленно вести сегодняшний день без рекламы. Я не могу проводить необходимую техническую политику. Но есть же какие-то внутриоторслевые, не знаю, объединения, ну, хотя бы... Значит, в нашем сегменте они есть только... Ну, я не хочу сказать ничего плохого о людях, но они реальную помощь оказать не могут. Я говорю о реальной помощи. Вы, кстати, имеете в виду консолидации отечественных игроков не только с точки зрения саморегулирования или общественной деятельности, а с точки зрения создания более крупных российских компаний. Я вам скажу так, что судьба... Вот вполне может произойти так, что малое или среднее предприятие создаст удачный бренд. Это вполне возможно. Вот я люблю приводить пример каш быстрого приготовления быстров. Гениальное изобретение, отличная упаковка. Я просто знаю, за этим стоят конкретные исследования, разработки и так далее, и так далее. И судьба этого бренда сложилась абсолютно счастливо. Его продали. Его продали. Его купила на стле. Ну, понятно. Он дал ему вторую жизнь. То есть вот в этом смысле такая необходимая ротация. Вы знаете, мне об этом рассказывали в курсе политэкономии империализма еще в 1972 году. А вот сейчас мы спросим человека новой формации. Максим, скажите, а... Значит, если... Ну, хорошо. Я понимаю, крупные компании. Я понимаю, крупный капитал. Я все понимаю. Но есть же люди, которые хотят что-то производить. Хотя у них небольшое есть там собственные средства. Они могут заимствовать какие-то средства. Как им быть? Вот так поднимать небольшую фирму, делать бренд узнаваемым, как, не знаю, тот же Вимбельдан, и потом продавать его? Или Быстров? Это наша перспектива, наше будущее? Все поглотят... Прослушав курс политэкономии в 1989 году, могу сказать, что, значит, на самом деле изменилось немного. Я верю в отечественного производителя. Я вообще верю в предпринимательскую инициативу, которой в стране у нас, к сожалению, очень мало. Я с огорчением отношусь к тому, к многочисленным, к сожалению, случаям, когда члены Роспродсоюза продают свои бренды, бизнесы, да, потому что усталость металла наступает, особенно те, кто вел предпринимательскую деятельность последние 20 с лишним лет, уже многие подустали, да. Тем не менее, говоря о нишевых игроках, я имею в виду именно то, что я имел в виду, да. У мультинационалов руки до ниш не доходят. Не все продукты стандартизируются. Это раз. Второе, действительно, есть логистические особенности. Действительно, в целом ряде сегментов, особенно, как я сказал, в фреше, ультрафреше, то есть свежей продукции, продукции, которая не транспортируется на длинное расстояние, плюс продукции, которые имеют какую-то сильную локальную привязку, стричкение, рецепторы, еще и там каких-то продуктов. Мультинационалы придут в последнюю очередь. Ну, слушайте, ну, примеры, да, популярнейшие в России до революции и сейчас снова приобретающие популярность не только на Рублевке, горчичное масло, да, которое производится только, там, кроме России, еще в Индии, еще в паре стран. Мультинационалы, гиганты масличного рынка, пока не обращают внимания на... Ну, просто для них это слишком мелко и неинтересно. Это для них две копейки, да. А сильный лотечественный производитель, член Роспроцсоюза, он может в этом сегменте действительно занимать хорошую долю достаточно долго. Может быть, до того момента, прав Леонид, когда мультинационалы скажут, ну, ладно, иди сюда. Весь вопрос... Мы тебя сейчас купим. Мы тебя сейчас купим. На мой взгляд, весь вопрос в масштабности самого сегмента. Вы сами сказали, 40 лет можно ждать, значит, вопрос, через сколько лет мы знаем, достаточно количество европейских... Конечно, если общественный интерес к горчичному маслу поднимется настолько, что это станет интересным, но моментально... Нет, для локального российского производителя общественный интерес уже достаточен для того, чтобы работал хороший, оснащенный, современный завод. И это факт. Другое дело, как мы с вами говорим, когда предприниматель, владелец этого завода захочет продать этот завод, и от него у него поступят предложения, соответствующие от мультинационалов, которые обратят внимание на это... В зависимости от положения дела у него на предприятии. У нас остается меньше полутора минут. Краткое резюме из нашей сегодняшней беседы. Я попрошу по очереди. Значит, есть ли смысл в России развивать... Какие средства к этому привлекать? Производство продуктов питания. И насколько крупные пытаться сделать нужно такого рода компании? Я очень коротко. Значит, есть исследование американского USDA, американского минсельхоза, который говорит о том, что Россия в течение ближайших 30 лет, кроме крупного экспортера углеводородов, станет некой мировой житницей, мировым экспортером определенного вида продуктов питания, для которых наши климатические особенности совершенно адекватны. Все. Значит, если об этом говорят иностранцы, мы должны понимать, что это действительно будет так. Леонид. Это делать абсолютно необходимо. В первую очередь с патриотических соображений, чтобы радикально и в кратчайшие сроки менять структуру питания и благодаря этому улучшать состояние здоровья населения, увеличивать продолжительность жизни. Спасибо вам огромное. Это была программа «Про и Контро». Встретимся ровно через неделю на Финам ФМ. С вами был Константин Андреев. Хорошего вам дня и хорошего вам настроения.